Доброго времени суток, дамы и господа, и Kerbal Space Program вернулся на Дюну. Ну, вернее, собрался туда отправиться. Уже знакомая, думаю, привычная вам, R6 твердотопливная. Стоит в ангаре, и её очень высокая стоимость, 47 тысяч кербальских кредитов, обусловлено тем, что здесь совершенно уникальная головная часть. Все имеющиеся у меня научные приборы я сюда запихал. Здесь крайне дорогой атмосферный спектровариометр. Разумеется, научная лаборатория, ну она тут стоит всего 880. И дубль-Сейсмический акселерометр. Хотя, по идее, он вроде был должен быть не дубль-С, а... Есть такая научная штука, где в названии есть дубль-В, кажется. Именно потому, что это W. Ну, там одна буква, вот эта вот, которую я на экран прилепил. Спектрометр там тоже какой-то, ну, в общем, я отвлекся. В общем, мы летим на дюну, тремя аппаратами, и это последний из трёх. Я готов его, в принципе, запускать. Упс, ребят, у меня тут выключилась запись, я не заметил, стартовал, и мы уже в полёте. Работает второй блок наших ускорителей, первый отработал уже довольно давно. Мы почти набрали скорость в 500 метров в секунду, даже уже набрали, и идём вверх. Ну и, собственно, сейчас я расскажу, почему у меня три аппарата. Всё дело в резервировании систем. Вообще существует два основных подхода к обеспечению выполнения задачи аппаратами, направленными в космическое пространство. Поскольку техника сложная, полёты зачастую делаются в первый раз, принимаются разные меры, чтобы обеспечить как раз выполнение полёта аппаратом. И первый подход — это каждый датчик, каждый важный прибор дублируют, или даже триплируют, то есть ставят два или три прибора. Например, на шаттлах было три главных управляющих компьютера, которые друг друга поправляли, дополняли, и если один из них начинал тупить, два других его, в принципе, отключали, как совершивший сбой и выдающий неверные данные. То же самое с датчиками. Если один датчик показывает данные не такие, как два других, его отключают или перезагружают. А второй вариант резервирования — это запускать не один аппарат, например, а несколько. Вспомним ту же самую советскую программу, полёты Венер, которые осуществлялись парами, зонды Вега-1, Вега-2, лунные миссии. И каждый полёт, в принципе, имеет свои плюсы и минусы, каждый подход. Например, в американских шаттлах всё-таки пришлось ставить резервный четвёртый компьютер, совершенно отличающийся по конструкции от первых трёх, потому что есть такая опасность, что все три компьютера могут заключить из-за неверно поданной команды. То есть, если все три прибора подвержены какой-то определённой болячке, то то, что их много, вас никак не спасёт. А при запуске двух-трёх аппаратов всё равно есть опасность, что у них будет одинаковая конструкторская особенность, которая приведёт к их гибели. Например, на Венерах, когда они осадились, первые несколько Венер, они были рассчитаны на гораздо меньшее давление, чем на Венере. А на Венере давление в 90 атмосфер, и первые аппараты просто этой атмосферой были раздавлены. Ну и сейчас используется, можно сказать, смешанный способ. Например, с марсоходом Curiosity как поступили? Запустили один аппарат. У него, ну, большая часть систем дублированы. Компьютер дублирован, память дублирована, датчики некоторые даже в четырёх экземплярах камеры обзора. Ну и оставили на Земле прототип. Если бы Curiosity разбился при посадке, или у него возникли какие-нибудь проблемы технического свойства, то аппарат, который остался на Земле, резервный, доработали бы и отправили на Марс следом за Curiosity. Вот такие способы используются сейчас в современных космических программах. Ну, а сейчас у нас будет стандартный выход на орбиту, то я на этом, наверное, прервусь. Возвращаемся в Kerbal Space Program после проведения манёвра, разгонного манёвра к Муне. Все три аппарата, в принципе, произвели этот манёвр. Дюна 5, поскольку она ближе всего к стартовому узлу была, летит первый, затем Дюна 4 и Дюна 3. В общем, вот так своеобразно в обратном порядке летят аппараты. И, кстати, надо посмотреть вообще, какую науку я могу собрать здесь в космосе. Оставил ли я ещё что-нибудь важное, что можно собрать здесь? Так. Да, здесь нечего собирать. Нечего передавать. Всё давно собрано. Ну что ж, ускоряемся и ждём, когда наши аппараты пройдут около Муны и устремятся дальше, в межпланетное пространство, с которого мы и будем стартовать. Далее, к Дюне. Красиво это, конечно, всё выглядит. Пролёт трёх аппаратов. Так вот, своеобразно они распределяются по орбите. Первый. Дюна 5 Переходит на орбиту. Дюна 4 И последний Дюна 3. И ещё раз осматриваем научные приборы на предмет интересных научных данных. Данных нет. Данных нет. И данных нет. Этот спектровариометр до атмосферы дёргать смысла нет. До того, как мы попадём в атмосферу Дюны. Ну и вы сами понимаете, что у меня спускаемые аппараты универсальные. Они разработаны с тем расчётом, чтобы... Отлично. Дюна 5 прошла Перецентр. С тем, чтобы садиться как в атмосферу, так и на Айк, на каменистую поверхность. Так что аппараты действительно универсальны. Дюна 4 проходит свой Перецентр. И очередь Дюна 3 проходит на высоте 7 километров. И вы сами видите, какое здесь разнообразие орбитных наклонений у нас присутствует у аппаратов. Надеюсь, это не сильно в итоге повлияет на то, как мы разлетимся по Кербельской системе. Хотя может и повлияет. Здесь, конечно, в идеале надо лететь ровно. У нас ровно летит по-моему только Дюна 5. Хотя посмотрим. Вылетаем из зоны влияния Дюны. Дюна 5, Дюна 4 уже вылетели и мы тоже это сделали. Эу, я вроде бы рассчитывал немножко на другую траекторию. С апоцентром чуть подальше. Но я думаю, я сумею добавить импульс по орбите и скорректироваться. Как-то у нас получается, что мы вообще что-то невероятное колбасится. вот так вот размыкаем кольцо. Совсем небольшой импульс надо было дать. И кто у нас еще тут по кругу ломанулся? Так, это у нас Дюна 4. нет, вроде хорошо вылетает. Странно, значит орбитальный расчетчик глючит. Ну ладно, прокрутимся, посмотрим, что будет в итоге. Как себя поведут аппараты. Ну, траектория Дюна 4 мне, конечно, не нравится. А вот так, так лучше. Все, вылетаем из системы. все три разными путями. Дюна 5, Дюна 4 и... Дюна 3. Сделано. Три орбиты для трех аппаратов. дюна 3. и цель у нас сама Дюна. Наклонение 0,1 градус. Кстати, пучок наших орбит. Все произрастают примерно из одной точки, вот, а по центре на разном расстоянии. Ну что, пришло время выстраивать перелетную траекторию для Дюны, и на этом опять я прерываюсь. И возвращаемся мы уже после Прожига до Дюны. Несмотря на то, что первая система вылетела Дюна 5, Прожиг она совершала последний Дюна 3 первый. И на самом деле я немножко ошибся со временем старта надо было стартовать на 2 месяца позже. Вот наша текущая конфигурация. Вот он Кербин. Вот она Дюна. Угол здесь явно не 45 градусов, а даже меньше между планетами. Но собственно импульс сделан до цели 283 дня. Ну это в принципе все, что я вам хотел показать в этом включении. Опять мы ненадолго расстанемся. Снова добро пожаловать в наш космический центр. У нас вторая коррекция. Перец центр я просто поставлю как можно ближе к планете, чтоб не заморачиваться лишний раз. 744 это уже перебор. Не вижу что-то расчетного значения. 800 700 опять не вижу значения. 476 473 460 420 500 переборщил. 260 243 67 30 53 53 78 43 В принципе меня это значение устроит. это у нас Дюна 5 последний совершает свой импульс а первым и хотя по траектории первой летит Дюна 3 но в систему входят раньше всех Дюна 4 вот так вот все необычно да да Дюна 4 в принципе прожиг можно делать уже сейчас кстати смотрим на нашу цель ну все все три аппарата сделали корректировку я делаю примерно за 28 дней за месяц до входа в зону влияния Дюны расстояние хорошее топливо потребовалось по минимуму и в принципе можно опять ненадолго прерваться эй ребят гляньте че этот соорудил если вкратце это наша траектория торможения 206 метров секунды здесь 18 здесь и еще в периапсисе айка потребуется сбросить скорость и так напомню у меня главная задача по контрактам это все таки выполнить исследование айка то есть получить орбиту около айка из плохих новостей только муне 3 поскольку я на ней сидел во время пролета около муны засчитали пролет около муны так что только этот аппарат может выполнить квест трех лун так я его назвал так что у нас проблемы еще одна проблема в том что я сказал муна 3 там ладно дюна 3 это единственный аппарат который может выполнить этот квест и его придется особо беречь проблема в том что что же делать дюне 4 если я ее сажаю на айк то значит резервная задача для двух аппаратов это посадка на дюну и возможно посадка на полюс дюны но значит дюна 3 будет гарантированно садиться на айк а дюна 4 просто выйдет на орбиту я думаю поверхность айка вот как раз задача для дюна 3 да нормально траектория конечно красивая мы влетаем вот так тормозим переходим на эллипс в аппаратисе которого даем импульс до айка и в переаппаратисе около айка делаем еще на торможении очень красивый маневр на мой взгляд ну и попробую его сделать что называется не полностью в прямом эфире но с небольшими перерывами дело в том что дюна 3 и дюна 5 с разницей в полтора часа влетают в зону действия гравитации дюны через 5 дней через 5 дней мы как раз пройдем апоапсис и дадим импульс до айка затем я уже переключусь на эти два аппарата так что весь пролет дюны 4 без перерывов я вам показать не смогу мне придется корректировать траекторию дюны 3 и дюны 5 но это плата за то что у нас здесь целых три аппарата и время закрывать солнечные батареи мы насколько я напомним проходим весьма низко у нас высота перед центром 42 километра атмосфера начинается у дюны на 50 так что в этом есть небольшая опасность потерять атмосферу одну солнечную панельку я не закрываю до последнего немножко рискую надеюсь ее не оторвет если чего у нас есть запасная и парашют если будем садиться ну и конечно же батарейки должно хватить так что зря я все таки панельку открыл батарейка должна нас запасом в принципе обеспечить электроэнергией топливо осталось на начальное торможение две минуты до запуска двигателя оставим и делаем контроль двигателя тягу на максимум так двигателю надо работать всего лишь 23 секунды тем временем мы в верхней атмосфере да это в принципе не самые плотные слои они нас практически не замедлят так что я может быть даже излишне паникую может быть и включаться я традиционно буду на половине времени прожига на минус 11 секундах минус 15 и поехали вот так чуть-чуть топлива не хватило но дожигаем нашей последней ступенью отлично отлично траектория в принципе получилась у нас конечно еще атмосфера затормозит но наш аппарат вроде цел топлива еще 133 единицы и вот так он красиво пролетает над красной планетой огромной закрывающей почти половину неба парим в верхних слоях атмосферы все вышли итак время строить траекторию до апоапсиса у нас один день полета ну вот есть такой вариант пролета на перед центре который будет на высоте на высоте так давайте поближе ну не настолько 30 километров чтобы сделать круговую орбиту здесь нам потребуется так нам потребуется скорость затормозить эти те на числу м и стоит 93 метров в секунду дельта. А в этой точке всего 20 метров в секунду дельта. В принципе, меня такое значение устраивает. Не забудем раскрыть солнечные панельки. И вперёд до нашей точки. Так, как бы мне переключиться на Дюну? О, отлично. Переключились на Дюну. О, стоп. У нас ещё тут затмения. Похоже на то. Неприятно. Ориентация солнечных панелек в принципе нормальная. Вот он, огромный Айк. Проматываем время. Упс, пролетел. Ладно, добавим импульс отсюда уже. Дополнительного круга я не буду делать. Это убираем. Всё делаем чуть примитивнее. Так, перед центр. Ближе, ближе и ближе. Триста двадцать семь. Двести двадцать девять. Семьдесят семь. Восемь километров. Давайте в эту точку. Что называется, с места газонём. Вот она наша траектория. Вот он, перед центр. Для Айка. Упс, переборщил. Двенадцать километров сойдёт. Всё. Траектория перелётная есть до... До этой точки один день, три часа. А нашим аппаратом до узла остаётся... Дюна три. До узла четыре часа тридцать две минуты. Дюна пять. До узла один день, двадцать две минуты. Идём на Дюну пять. Влетаем. В систему Дюны. Совершаем манёвры коррекции. И, в принципе, переключаемся обратно на Дюну четыре. Которая как раз будет в это время проходить... Апоцентр. Главное не перегазовать. Восемь, семь, шесть, пять, четыре... Три, две, одна. Вот она наша цель. Заходим мы просто по-дикому, через полюс. Параллельно у нас нет апоцентра, то есть мы врезаемся в планету. И надо эту ситуацию исправлять. Но это я покажу в ускоренной съёмке, как я ставлю и корректирую орбиту. Потому что здесь проблема с тем, чтобы тупо поставить точку в этом моменте, и игра немножко глючит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как бы мне в другую сторону надо, поэтому я разворачиваюсь, можно сказать, на 180 градусов. Мне игра подсказывает газовать сюда, значит я буду газовать в другую сторону. Просто иначе мы будем вращаться не в ту сторону, в которую вращается Айк. Спутник Дюны. А нам к нему надо. Ну, перед центр на 50 тысячах метров. И почти сразу же влетаем в Айк. Тут даже можно попытаться не тормозить около Дюны, а сразу тормозить около Айка. Конечно, это потребует... А кстати... Если мы в перед центром подкорректируемся на Айк... То можем даже получить экономию топлива. Двадцать четыре... Тысячи метров. И вот так вот замыкаем орбиту вокруг него. Получается неплохо. Предварительная точка, по крайней мере, одна есть. Девяносто один метр в секунду Дельта, правда? Ну да ладно. Зато манёвр какой красивый получается. И здесь... 500 метров в секунду Дельта. Ну... В целом всё получается красиво. Не знаю, насколько оптимально по затратам топлива, но... Не крайне расточительно и довольно, я бы сказал, любопытно выглядяще. Правда, я потом замучаюсь смотреть, когда какой аппарат надо корректировать. Но это уже мелочи. Сейчас скорректирую точно так же Дюна-3, а вернусь к вам чуть-чуть попозже. Тут, кстати, Дюна-3 корректируется гораздо легче. Ну-с, дамы и господа, манёвры Дюна-3 и Дюна-5 сделаны, Дюна-4 также готова оказаться на орбите Айка. Запускаем ускорение, и по своей красивой траектории Дюна-4 устремляется к Айку. Мне, в принципе, нужно всего лишь затормозить в передцентре, и... Одно из заданий... Получить орбитово-хрукайка будет выполнено. Одно из главных заданий, и второе главное задание, это приземлиться на Дюне. В принципе, цель для одного из этих двух аппаратов. Для Дюны-5, я думаю. И, кстати, пока мы... Всё ещё... В верхней... Части... Гравитационного влияния... Дюны... Можно, в принципе, и передать научные данные. Хотя нет, у нас солнце пропало. Поздно. Поздно спохватился. Главная проблема будет, если у нас... Не будет солнца... В передцентре. Сколько у нас будет сначала затмения от... Дюны, а затем и от Айка. Вот это уже действительно проблема. Есть маленький шанс потерять аппарат, но вроде солнце появляется. Потихоньку. Надеюсь, по крайней мере... А, нет, там ещё полно. Времени будет длиться затмение. Проблема в том, что манёвр вокруг Айка... Бросает нас... Прямо на дюну. В гору мы, конечно, не врежемся. Мда... И что, у нас типа есть шанс не выйти из тени до самого приземления? Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Да, похоже, мы так и разобьёмся. Без электричества. Попав в такую ночную ловушку. Жесть, конечно. Вот такого развития событий я не предусмотрел. Нас тупо... Я... Я не знаю, как это назвать. Это одновременное невезение, и... Я думаю, вы... Лучше слово придумаете. И нубство, и всё на свете. Короче... Минус один, ребят. Как там... Остальные два аппарата? На подлёте. Итак... Уже минус один. Я никак не мог рассчитывать на вот такое затмение. Ну что ж, будем смотреть насчёт опасных траекторий. Просто если бы... Это затмение нас вот так вот, на тёмную сторону планеты не бросило, там после пролёта Айка я мог бы как-то восстановить энергию. Но мы точно прямо таки... Точно идём... На солнце. Нас точно Дюна закрывает. Идеально прямо. Идеальный убийца Айк получается у нас. Идеальный убийца Дюна 4. Дюна 4. Да. Тут всё. Всё и ясно. Ну что ж, понаблюдаем за сгоранием Дюна 4 в атмосфере. Никак я не могу управлять аппаратом. Могу попытаться прожать ему парашюты, но здесь слишком... Слабая атмосфера, она никак не повлияет на то, что я... Выпущу парашюты, но я их даже и не могу выпустить. Потому что... Электричества нет. Да, и мы падаем с дикой скорости. 1240 метров в секунду. Ножки тоже не могу раскрыться. Нет электричества. Да, батареи отлетели. И... На скорости почти 1000 метров в секунду столкновение с поверхностью. Да. Зато мы увидели поверхность Дюны. Да. Вот так вот. Ну что ж, ребят. Я хотел завершить серию получением орбиты вокруг Айка. Потому что уже где-то 40 минут времени она длится. Монтировать мне её ещё... Где-то в 2-3 раза дольше. Но получилась катастрофа. Ну ладно. Есть ещё 2 кандидата в смертники. На этом эта серия заканчивается. Спасибо, что досмотрели до конца. Постойку не смотрится, либо. Спасибо не за просмотрение. В примёте местной. Продолжение следует...